Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 января. Продолжаю разговаривать с вами о грунте, потому что подготовка грунта и вообще обработка грунта это очень-очень много нюансов, разные темы. Я вот говорила сегодня про увлажнение грунта, про механическую подготовку, про все этапы. Сейчас я хочу поговорить на очень важную тему, вот вторичное использование грунта, потому что и всю зиму, и в прошлом году осенью писали люди, можно ли использовать грунт второй раз, или после выращивания той же рассады, которую мы уже выращивали, например, в прошлом году остались лотки, или, например, взять с огорода, вот вы поняли о чем я, то есть где уже у нас что-то росло, и мы хотим взять эту землю и выращивать рассаду. В начале вот видеоролика сразу скажу, что во всех справочниках, во всех энциклопедиях специалисты пишут категорично, с огорода грунт брать нельзя для рассады, с клумб грунт брать нельзя, и вообще где что-то у нас, мы уже где что-то выращивали, грунт брать не рекомендуется. Почему? Ну потому что можем занести споры прошлогодних грибков, прошлогодних заболеваний, брать нельзя, всё. Про вторичное использование, если в прошлом году выращивали, вы уже тут томаты, там или перцы, тоже однозначно говорят, что эту землю брать нельзя, и если у вас есть возможность, то лучше используйте свежую, где ни разу ничего у вас не выращивалось. Но вот последние годы с появлением различных всяких, вот этих вот, как бы их выразить, назвать-то, ну химические препараты, химические, биологические, ну короче новые различные препараты, которые раньше не было, всё-таки пишут специалисты, что после дополнительной обработки грунт использовать вторично можно. Про эту обработку я в конце сейчас расскажу отдельно, но я скажу вот про свой опыт. Я сразу говорю, что всё, что я буду рассказывать про вторичное использование грунта, это я знаю только теоретически, только с энциклопедий, со справочников, с журналов, с различных статей, потому что сама никогда в жизни не использовала второй раз грунт, потому что всегда беру свежий, и чем вот этими всякими средствами и препаратами обрабатывать, мне проще осенью вот выехать за город, набрать свежего грунта, там сейчас в последнее время машинами покупаю, потому что большой объём рассады стала выращивать. Я никогда не беру второй раз грунт, никогда ни разу в жизни не брала грунт с огорода, и всё, что вот я сейчас буду рассказывать, это всё только мои теоретические знания. И если я, например, скажу одно, а у вас какой-то был опыт другой, различный от моего, я с вами даже спорить не буду, я этого не знаю. Единственное, какой я беру второй раз почву, какую, сейчас покажу, вот у меня ведро с луком. Зимой у меня здесь рос лук, ещё даже вот он, ну не очень, ещё даже засох. Вот к Новому году я выращивала, ой, это перец висит, сушится, мешает. Вот такой грунт после лука я использую второй раз, но он у меня какой это грунт? Это грунт, опять же, свежий, приготовленный для выращивания рассады, для весеннего выращивания рассады. То есть чистый, ни с огорода, ни второй раз из лотка, а вот привезённый, с поля, с леса, всё это перемешанный, приготовленный для рассады. Но его же я сначала использовала для выращивания лука, а потом сейчас возьму на рассаду, для пикировки. Почему я не боюсь использовать этот грунт? Ну, во-первых, он у меня не был в огороде никогда, в нём не росли ни томаты, ни перцы, ни огурцы, те, которые могут заразить будущую молодую рассаду теми же болезнями, которые, например, были в прошлом году. Грунт чистый, во-первых, а во-вторых, лук это прекрасный предшественник для всех наших, вот этих послёновых, для томата, можно здесь после этого всё выращивать. Вы же знаете, он как-то даже обладает каким-то антисептическим действием. Так что я вот несколько раз так делала, сначала выращиваю лук в этой земле, потом лук сейчас весь-весь выдерну, он уже, видите, ну, как я уже за ним не ухаживаю, он пришёл в негодность, и пришло время эту землю забрать у него. Я его сейчас выдерну, землю просею, увлажню, буду сеять рассаду. Вот такое вторичное использование земли я применяю, и я могу сказать, что прекрасно эта земля себя показывает, никаких проблем у меня ни разу с ней не было. Теперь начнём про огородную землю. У меня вот эта земля вся свежая, но если бы у вас была, например, такая ситуация, что, ну, нет, нет у вас ни магазина, нет у вас возможности съездить куда-то, например, ну, в силу вашего возраста, или нет транспорта, и вы взяли землю с огорода, в этом случае обязательная обработка именно вот теми препаратами, которые убивают патогенную вот эту всю микрофлору. Если до этого, в тех вариантах, когда я говорю, что грунт чистый, он у вас всё, не было на нём ничего выращено, то можно его обеззараживать, а может иногда и возможно хватит промораживания зимнего, то при вторичном использовании обязательно применение каких-либо препаратов. Но опять же, тот же фитоспорин, тот же раствор, даже применяют, сразу скажу, что если у вас была вспышка фитофторы, и вы решили после этого, даже у вас есть такая нужда, взять грунт для выращивания рассады обязательно, или полив марганцовкой, или полив раствором слабым медного купороса, тут уже, если вы точно знаете, что была фитофтора, и будете выращивать рассаду, тут уже раствор фитоспорина не поможет, потому что везде на фитоспорине написано, и говорят, что он более подходит для профилактики. Уже болезнь в такой стадии, если уже точно знаете, что там была фитофтора, он не убьет у вас, не предохранит вас от будущих заболеваний. Вот эти препараты, потом, есть сейчас препараты новейшие, которые я просто для образца покажу, не обязательно эти, я вот брала для семян, но есть такие же и для земли. Вот смотрите, написано, сейчас я сначала прочитаю, потом покажу, вам так не видно, что он работает как биофунгицид, биоадаптоген и стимулятор роста, то есть, вот есть препараты, в которых два в одном, фунгицид, это значит убивает микрофлору патогенную, а стимулятор роста, это значит он поможет вашим семенам лучше вырастить. Сейчас я вот поднесу, так, сейчас она настроится, вот написано, видите, работает как биофунгицид, биостимулятор роста, содержит наногуматы, еще там что-то, что-то. Вот, не обязательно вот это, я просто показала вам для образца, что сейчас есть препараты, которые одновременно и убивают микрофлору, и стимулируют рост растений, то есть помогут им, и в это же время они биопрепараты безвредные, написано, видите, экопродукция, что экологически чистая, биоэнергетик, это для семян, есть такие же препараты для грунта, я вот осенью, когда готовила грунт, я вам показывала, что у нас вот местный есть вот такой, фитопфлорес, тоже написано, что экологически чистые биоудобрения и микробиологические удобрения, то есть в инструкции, там подробно описано, что если грунт у вас был уже заражен, то достаточно вот этим препаратом, там несколько раз, ну там по схеме, один раз, потом через несколько дней, там через неделю еще раз обработать, и достаточно вот такими препаратами обработать, тогда, только в этом случае, можно грунт использовать вторично, короче, вывод такой, если есть возможность, откажитесь навсегда от вторичного использования грунта, там где уже у вас росли томаты, с огорода, все, но жизнь вносит свои коррективы, в наши вот эти планы, иногда бывает, что уже сеять нужно, набирать нужно, даже вот осенью, не закупили, не приготовили, есть вот старые лотки, старые ящички, тогда выход один, только обработка, если есть возможность, пойдите в магазин, подберите препарат, я даже название не буду называть, потому что я редко, когда пользуюсь, я еще раз говорю, что вообще не применяю второй раз, но я знаю, что такие препараты есть, я вот один взяла на пробу, но это я буду землю в теплице обрабатывать, потому что там я вынуждена использовать ту же самую землю, там где росли у меня томаты в прошлом году, я в этом году опять их буду выращивать на этом же месте, и тогда вот эти препараты, они просто незаменимы, те, которые могут и обеззаразить грунт, и как бы улучшить плодородие почвы, но с лотками у нас, конечно, проще, можно купить покупную землю, но здесь тоже не гарантированно вы от плохого грунта, поэтому вывод такой, если есть возможность, лучше не использовать, если нет возможности, обязательно обрабатывать препаратами, убивающими патогенную микрофлору и улучшающими качество грунта, то есть повышающими плодородие, можно отдельно, сначала протравить, потом улучшить плодородие гуминовыми удобрениями, можно найти препарат, который два в одном, делает и это, и это, выбор за вами, все, я свое мнение сказала, еще раз повторю, что я никогда не использую, и все эти мои знания только чисто теоретические, до свидания.